здравствуйте господа и дамы сегодня пятница а с нами о генри девушка на нижнем стекле двери комнаты номер девятьсот шестьдесят два золотыми буквами были выведены слова роббинс и гардли маклеры клерк уже ушел было начало шестого и уборщицы с грузным топотом табуна примированных першеронов вторглись вонзающийся в облака 20-этажный небоскреб наполненный конторами дыхание до красно раскаленного воздуха надушенного лимонными корками угольным дымом и ворванью проникала сквозь полузакрытые окна роббинс пятьдесят лет перезрелый красавец завсегдаты всех пример и шикарных ресторанов притворялся будто он завидует развлечением своего товарища и компаньона но вы конечно намерены сегодня вечером предпринять что-нибудь по части пикника сказал он знаю я вас прохлаждающихся за городом молочиков умеете пожить кузнички у вас там разные и опять же луна к вашим услугам не говоря уже о коктейлях и всяких там делишках на крыльце гардли 29 лет серьезный стройный красивый малый нервный вздохнул и слегка нахмурился да сказал он у нас всегда прохладные вечера флергирсте особенно зимой какой-то человек с таинственным видом вошел в контору и подошел гардли я узнал где она живет объявил он тяжелым полушепотом по которому люди братья узнают сыщика за работой как меченого гардли движением бровей провел его в состоянии сценического молчания и статуарности но в это время рубинс взял трость переколол по своему вкусу булавку в галстук и сделав светский поклон отправился к своим столичным развлечением вот адрес сказал сыщик теперь естественным голосом он ведь был лишен слушателей которых он мог бы поразить гардли взял листок вырванный из грязной записной книжки и щейки на нем карандашом были нацарапаны слова вивьен арлингтон номер 341 восточная улица на попечение миссис маккомес переехала туда неделю назад сказал сыщик если вам понадобится слежка я могу сделать это как никто другой в городе это будет стоить вам всего семь долларов в день и расходы могу ежедневно представлять печатный отчет нет не стоит перебил его маклер это не такого рода дело я просто хотел узнать адрес сколько вам следует с меня один рабочий день сказал ищейка десятка его покроет гардли заплатил сыщику и отпустил его затем он вышел на улицу и вскочил вагон шедший на бродвей на первом большом перекрестке он пересел вагон восточного направления и высадился на пришедшим в полный упадок проспекте некогда укрывавшим своих старинных зданиях красу и славу города пройдя несколько кварталов он подошел к дому который он искал это был новый жилой небоскреб на портале которого из дешевого камня было вырезано звучное наименование воломброза пожарные лестницы спускали зигзагами по его фасаду обремененные домашним хламом сохнущим бельем и орущими детьми выселенными с мостовой летним зноем то тут то там выглядывало из этого смешения чахлое растение как будто бы недоумевая какому царству оно собственно принадлежит к растительному животному или искусственному гард ли нажал кнопку маком с в нью-йоркском жилом небоскребе каждая квартира имеет свой звонок на парадной с улицы дверной замок щелкнул спазматически с гостеприимством смешанным с нерешительностью словно бы он сомневался кого он впускает друга или кредитора гард ли вошел и начал карабкаться по лестнице обычным приемом людей разыскивающих своих знакомых в жилом небоскребе это прием мальчишки взбирающегося на яблоню он лезет пока не дотянется до яблока который он себе наметил на четвертом этаже он увидел вивьен стоявшую открытой двери в свою квартиру она пригласила его внутрь кивком и сияющий искренней улыбкой она поставила для него стол около окна и грациозно устроилась сама на краю одного из тех предметов обстановки которые маскируются и таинственно закрываются днем и превращаются в инквизиционные орудия пытки ночью гард ли прежде чем заговорить окинул девушку быстрым критическим проницательным взглядом и поздравил самого себя с безукоризненным вкусом выборе вивьен было около двадцати одного года она принадлежала к чистейшему саксонскому типу каждая прядь ее красновато золотистых изящно подобранных волос сияла своим собственным блеском имела особо нежный оттенок в полной гармонии были ее чистой как слоновая кость цвет лица и глубокие синие как море глаза смотревшие на мир с мечтательностью морской сирены или феи не открытого еще горного ручья она была крепкого сложения но в то же время обладала полной непринужденности грацией тем не менее при всей северной чистоте и ясности и линий и колорита в ней казалось было и что-то от ропиков какая-то то умность и непринужденности ее позы наслаждение и покой в простодушном ее довольстве собой в самом акте дыхания что-то свидетельствовавшее о ней как о совершенном творении природы достойном поклонения наряду с редким цветком или какой-нибудь великолепно молочной белой горлицей среди скромно окрашенных подруг на ней была белая блузка и черная юбка предусмотрительный маскарад пастушки гусей которая на самом деле герцогиня вивиан сказал гардли умоляющий глядя на нее вы не ответили на мое последнее письмо я разыскивал вас почти целую неделю прежде чем мне удалось узнать куда вы переехали почему вы держали меня в неизвестности ведь вы же знали с каким нетерпением я хотел увидеть вас услышать о вас девушка задумчиво смотрела в окно мистер гардли промолвила она нерешительно я правы не знаю что вам сказать я понимаю все преимущества вашего предложения иногда думаю что могла бы быть счастлива у вас но затем я снова начинаю колебаться я родилась горожанкой и боюсь что не вынесу тихой жизни за городом дорогая моя пылко произнес гардли я ведь сказал вам что у вас будет все чего пожелает ваше сердце все что будет в моих силах дать вам вы будете ездить в город в театры за покупками к вашим друзьям когда только захотите ведь вы верите мне не так ли а я верю вам вполне сказала она с улыбкой и подняла на него свои ясные глаза я знаю что вы добрейшая из людей и что девушка которую вы выберете себе будет счастливицей я все узнал о вас когда была у монгомери ах воскликнул гардли и в глазах его затеплился свет воспоминаний я хорошо помню этот вечер когда я впервые увидел вас у монгомери миссис монгомери целый вечер упела вам хвалы и она едва ли отдала вам должное я никогда не забуду этого ужина ну уже вивьен скажите да я не могу без вас вы никогда не пожалеете что приняли мое предложение никто другой никогда не создаст вам такой уютной семейной обстановке девушка вздохнула и посмотрела вниз на свои сложенные руки вдруг ревнивое подозрение охватила гардли скажите мне вивьен спросил он посмотрев на нее пронизывающим оком нет ли здесь кого-нибудь другого может быть тут замешан еще кто-нибудь розовая краска медленно поползла по ее прелестным щекам и шее вам не следовало спрашивать этого мистер гардли сказала она в смущении но я сознаюсь вам здесь правда замешан другой но он не имеет никакого права я ничего ему не обещала его фамилия сурово спросил гардли таунсенд раффер таунсенд воскликнул гардли свирепо стиснув челюсти как этот человек узнал вас после всего что я сделал для него его автомобиль как раз остановился внизу сказала вивьен высовываясь из окна он приехал за ответом о я не знаю что мне делать в кухне зазвенел звонок останьтесь сказал гардли я сам встречу его в передней таунсенд похож на испанского гранда поднимался по лестнице в своем светлом пике и панаме со своими завитыми черными усами прыгая через три ступеньки увидев гардли он остановился в замешательстве ступайте обратно твердо сказал гардли направив свой указательный палец вниз алло сказал таунсенд притворяясь удивленным в чем дело что вы здесь делаете старина ступайте обратно непоколебимо повторил гардли закон джунглей вы хотите чтобы я растерзал вас в клочья добыча моя я приехал сюда чтобы поговорить с водопроводчиком у меня что-то водопровод в ванной комнате шалит мужественно возразил таунсенд прекрасно сказал гардли поздравляю вас вы соврали предательская ваша душа ну а теперь ступайте обратно таунсенд спустился вниз и доверил внизу тяги гуляющий по лестничной шахте несколько крепких слов чтобы она снесла их наверх гардли вернулся обратно к своему жертвеннику вивьен сказал он властно я должен владеть вами я слышать не хочу больше никаких отказов или отговорок а когда вы хотите забрать меня сейчас как только вы будете готовы она спокойно стала перед ним и посмотрела ему в глаза неужели вы хоть одну минуту думаете сказала она что я войду в ваш дом пока элоиза находится там гардли покачнулся как от неожиданного удара он скрестил руки и прошелся несколько раз по ковру она должна будет уйти объявил он мрачно капли пота выступили у него на лбу почему в самом деле я должен позволять этой женщине портить мне жизнь у меня не было ни одного спокойного дня с тех пор как я знаю ее вы правы вивьен алоиза должна быть изгнана прежде чем я возьму вас к себе домой она должна уйти я решился я выставлю ее когда вы сделаете это спросила девушка гардли стиснул зубы и нахмурил брови так что они соединились сегодня вечером сказал он решительно я отправлю ее сегодня вечером тогда сказала вивьен мой ответ будет да приходите за мной когда хотите она посмотрела ему в глаза нежно и искренно гардли едва мог поверить что она согласилась серьезно она сдалась так быстро и так безусловно дайте мне сказал он с чувством ваше честное слово честное слово нежно повторила вивьен в дверях гардли остановился и посмотрел на нее долгим взглядом но это был еще взгляд человека не смеющего верить в прочность своего счастья значит до завтра сказал он с поднятым в знак напоминания указательным пальцем до завтра повторила она с мягкой и искренне улыбкой через час сорок минут гардли вышел из поезда флергерсте через десять минут он подошел быстрым шагом к решетке красивого двухэтажного коттеджа расположенного на просторной ухоженной лужайки на пол дороги к дому он был встречен женщиной с черными как смоль волосами в развивающемся белом летнем платье которая едва не задушила его без всякой видимой причины когда они вошли в холл она сказала мама здесь автомобиль приедет за ней через полчаса она приехала обедать а обеда нет я должен кое-что сообщить тебе сказал гардли я хотел было сначала осторожно подготовить тебя но раз мама здесь мы можем покончить с этим сейчас же он установился и прошептал ей что-то на ухо его жена вскрикнула мать ее вбежала в холл брюнетка вскрикнула еще раз радостным криком самолюбимой и избалованной женщины о мама восторженно воскликнула она знаете что вивьен будет у нас кухаркой та самая которая прожила целый год у монгомери а теперь били дорогой закончила она ты должен сейчас же пройти на кухню и рассчитать элоизу она опять была пьяна сегодня целый день а